23 февраля поздравления принимают все мужчины. Какие впечатления оставила после себя военная служба? Очень часто встречаемся с сослуживцами, с товарищами. Приоритет 2030. Стартовала защита программ развития институтов. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саяхова. Министерство науки и высшего образования России представило обновленный рейтинг медийной активности в высших учебных заведениях за январь 2022 года. Казанск Федеральный университет сохранил позиции одного из лучших вузов по медиа-активности, разместившись на четвертой позиции ранжирования. Поздравления с Днем Защитника Отечества принимают все мужчины и лица, связанные с военной службой. О том, какие впечатления оставила после себя армия у прошедших воинскую подготовку, смотрите далее. Армейскую подготовку часто называют школой настоящего мужчины. Молодые люди учатся самостоятельной жизни, занимаются физической подготовкой, дежурят на кухне, осваивают управление военной техникой. Одно время я думал в отношении воинской службы, что это вот именно люди говорят, что только человек становится, как у нас говорят, сапогом. Но на самом деле у меня было такое отношение почему-то и к другим направлениям службы. Но есть понимание того, что на самом деле человек становится дисциплинированным, человек становится, понимает четко и ясно свои цели. Армия учит вести неприхотливый быт и радоваться мелочам. Поводом для маленького праздника может стать даже любимое блюдо в столовой. Совместные быты и переживания сближаются служивцев. Учат поддерживать порядок в помещении и отношениях. О дисциплине, привитой еще в военном училище, рассказывает полковник в отставке Юнос Алтенбеков. Доволен, что я попал в Оренбургское зенитно-ракетное командное училище, что меня на КПП пельменями и пирожными родня и близкие не кормили. Состоялось как молодой человек, которому можно было доверить, я считаю, определенную и ответственность, и способность выполнить задачу. Очень часто встречаемся со служительными, с товарищами и делаем вывод, что это были самые лучшие и счастливые годы нашей жизни. Служить Родине будущие защитники Отечества отправляются не только с оружием в руках. Альтернативой может стать уход за пожилыми людьми, волонтерство на различных социальных объектах и служба в так называемых научных ротах. Каждая научная рота прикреплена к профильным производственным предприятиям Отечественного оборонно-промышленного комплекса. Сейчас приезжают к нам по линии Министерства обороны, набирают наших студентов после окончания вуза так называемые научные роты. И вот эти научные роты, на самом деле, когда наши ребята имеют подготовку по линии физики, по линии инженерии, по линии автомобильного дела, и когда наши ребята имеют возможность не просто, по-русски говоря, красить траву зеленый цвет, а имеют возможность что-то изобретать, что-то делать очень полезно для своей Родины. В этот день мы поздравляем всех, кто прошел военную подготовку. Мальчиков, мужчин и тех, кто по долгу службы находится за пределами родной страны. Ариатна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз. 22 февраля в культурно-спортивном комплексе Уникс прошло собрание со старостами первых и вторых курсов Казанского федерального университета. В процессе мероприятия были раскрыты многие образовательные и социально-жилищные вопросы. Были отмечены темы стипендий, организации стажировок и трудоустройства, а также внутренние составляющие университета. Также студенты были ознакомлены с предстоящими семинарами и лекциями для старост, которые включают в себя образовательные модули. Студенты изъявили желание принять участие в ежегодном конкурсе «Лучшая академическая группа», который пройдет в первых числах апреля. 13 мая 2021 года вышло постановление правительства Российской Федерации о программе «Приоритет-2030». КФУ вошел в группу номер один по треку «Территориальное исследовательское лидерство» и получил специальную часть гранта. О том, как свои программы развития защищают институты, смотрите далее. В Казанском федеральном университете стартовала защита дорожных карт развития институтов в рамках программы «Приоритет-2030». Первым институтом, представившим свою программу развития, стал Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В своем докладе директор института Михаил Щелкунов отметил, что сегодня в институте действует сразу несколько программ дополнительного образования. И именно это станет основным вектором развития. У нас три, ну если уж с натягом сказать, четыре образовательные программы доп. образования. Это Центр медиации регулирования конфликтов, это Школа молодого журналиста, это Зеркальная лаборатория у социологов и программа История философии науки, которая тоже вообще является нашей программой. Цель программы «Приоритет-2030» – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. «Приоритет-2030» даст возможность сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Да, можно много спекулировать о том, что в НЭНЧИ попали, потому что там такие-таки авторы, такие-таки исследования, но в любом случае вот это есть та модель, если хотите, куда нужно нам идти и создавать что-то подобное. В программу вошли 106 университетов и 49 городов России. Они получат базовую часть грантов в размере 100 миллионов рублей. Отбор программу осуществила комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. По итогам очередного этапа защиты КФУ занял первое место в первой группе по треку «Территориальное или отраслевое лидерство». Таким образом, суммарный объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Это есть пример того качественного скачка, того проекта, который мог бы быть таким флагманом. Вот это действительно новая технология. В ближайшем будущем свои программы развития представят все подразделения Казанского университета. По результатам будет сформирован список вопросов и правок, которые будут внесены в дорожную карту институтов. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. В минувшие выходные состоялось традиционное выездное мероприятие для студентов «Поезд здоровья». Участие в оздоровительном выезде приняли представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем и Института психологии и образования. Продолжается работа по продвижению номинации Астрономической обсерватории Казанского федерального университета «Список всемирного наследия ЮНЕСКО». О том, как реализуется проект Астропарка, расскажем в следующем сюжете. Планетарии, научные лаборатории, помещения, оснащенные самым современным оборудованием. Именно такой план развития астрономических обсерваторий был предложен для развития Астропарка еще в 2012 году. Астропарк предполагался как проект интерактивного учебно-познавательного комплекса для просвещения школьников и студентов в области астрономии. Сейчас в самом разгаре находится продвижение номинации Астрономической обсерватории Казанского федерального университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом этапе вопрос об инфраструктуре астрономических обсерваторий Казанского университета как никогда актуален. Мы говорим о международном кампусе для тех студентов, которые могут приезжать к нам на практику, где студенты могут одновременно изучать и современную науку, и видеть ее историю. В дополнение к уже построенному на территории загородной обсерватории планетарии и научно-просветительского комплекса Астропарк, необходимо также обустроить зону здоровья и отдыха. Речь идет о строительстве спортивных площадок, веревочного парка, лыжной трассы, пунктов проката спортивного инвентаря, общежития и модульных гостевых домов. Уникальным проектом можно назвать планетарий, построенный в 2013 году. Идеологом и организатором постройки являлся ректор университета Ильшат Гафуров. Именно строительство планетария можно считать отправной точкой обустройства Астропарка. К 120-летию создания обсерватории имени Энгельгарта были возведены также по инициативе Ильшата Гафурова специальная аудитория в качестве каворкинг-центров и достаточно комфортные гостиницы для студентов и преподавателей. Это второй пример в мире, когда планетарий принадлежит университету. Один пример есть провинциальный университет в Бразилии. У них есть небольшой собственный планетарий и планетарий Казанского университета. Это единственный планетарий в Российской Федерации, который принадлежит университету. В многофункциональном выставочном павильоне Астропарк на постоянной основе будут работать лектории, пленарные сессионные заседания, научные конференции и различные выставки. Выполнение задач касательно Астропарка является одной из задач подготовки астрономических обсерваторий КФУ для внесения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наряду с этим на территории обсерваторий проводится инвентаризация и описание оборудования, благоустройство среды, установление мер по улучшению санитарно-гигиенического и биологического состояния насаждений, а также обследование водоема. Уже в июне этого года пройдет юбилейная сессия Международного комитета по делам культурного наследия ЮНЕСКО в городе Казани. А осенью астрономические обсерватории Казанского университета посетят техническая комиссия и консультативная комиссия для оценки национального достояния. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok